Всем привет, с вами Топ Баскет. Что объединяет Алина Аверсона и Тайрона Лю? Ну, за исключением внешнего вида. Если вы давно следите за миром баскетбола, то, наверное, вспомните тот момент, когда Ансвар буквально за пару секунд перечеркнул репутацию Тайрона. Сначала проведя свой фирменный кроссовер, затем забросив мяч в кольцо, а далее последовал именно тот исторический момент, в котором Лю подвисает до сих пор. А вот какие еще игроки оказывались в подобных ситуациях, навсегда оставшись заложниками неудачного момента, я вам сегодня и расскажу. Погнали! Три Роллинс. Роллинс отыграл в лиге 18 сезонов, в среднем набирая чуть более 5 очков и 5 подборов за игру. Но это все в принципе не важно, ведь в его карьере был момент, который навсегда оставил его в мире Шаттенфул. Произошел он в 83-м в третьей игре серии между Атлантой и Бостоном. Роллинс в прямом смысле закусился с Дэнни Энджемом. И мало того, что у соперников были абсолютно разные весовые категории 196 сантиметров Энджема против 216 Роллинза, так еще и сам поединок оказался довольно-таки запоминающимся. Все началось с того, что Эндж обозвал Роллинза нытиком, после чего отхватил от него локтем в лицо. И когда они оба повалились на паркет, начав схватку, Роллинс попытался откусить у разыгрывающего средний палец. К счастью, ему этого не удалось, и все пальцы Дэнни остались на месте. А вот Роллинс вместе со своей неудачной попыткой навсегда вошел в зал славы курьезов NBA. Далее идут сразу два игрока, Крейг Илла и Брайан Рассел. История этих парней объединяет не только золотая эпоха баскетбола, но и почти идентичные ошибки, которые они допустили, обороняясь против его воздушества. Крейг Илла провел в лиге 14 лет и даже добирался до финала лиги в составе Рокетс в 86-м. Но по случайному стечению обстоятельств, игрок навсегда стал заложником триумфального момента в карьере Майкла Джордана. Несмотря на то, что Илла изо всех сил пытался помешать решающему броску под сирену в пятом матче серии, ему этого сделать так и не удалось. Что же касается Рассела, то ситуация довольно похожа. 13 лет в NBA, три выхода в финал, два с Лейкерс и один с Ютой. Но вот незадача, снова его воздушество и снова неудачная защита. В общем, без лишних слов, так как такие моменты можно пересматривать вечно. Грег Оден. Имя Грега Одена навсегда будет ассоциироваться с провальным выбором на драфте, обилием травм, статусом человека, чей организм не был готов к нагрузкам, связанным с убивающим всех и вся профессиональным спортом. Но вдобавок ко всему этому, Оден еще умудрился остаться в памяти болельщиков NBA как модель категории 18+. И тут оказалось, что фотографии в обнаженном виде и прилипшая кличка Болт оказались гораздо более обсуждаемой темой, нежели что Портланд взял Одена под первым номером, оставив незамеченным Кевина Дюрента. Майкл Раффин. Девятилетняя карьера в NBA со средними показателями в одну очко и почти четыре подбора за игру в сочетании с совершенно отвратительной привычкой подбрасывать мяч в тот момент, когда игра еще не выиграна, привели к тому, что карьера Майкла стремительно скатилась по наклонной. В игре Вашингтона против Торонто Раффин при счете 106-109 и оставшимся временем в 3 секунды решил, что все решено и пора начинать отмечать. Попытавшись подкинуть мяч под свод арены, что ему кстати не удалось, привело к эпической концовке и итоговой победе Торонто в овертайме. Крис Миллс. Тут, ребят, все не так просто. Если бы в школах были уроки баскетбола, то данная задачка определенно бы заслужила статус со звездочкой. В общем, в 99-м в матче с Далласом Миллс побежал забивать в свое кольцо, но, к счастью, на его пути встал сам Аки Уокер из Мэверикс, которому оказалось абсолютно все равно, где и как он будет защищаться. Но на этом эпизод не закончился, и судья, несмотря на два уже и без того забавных обстоятельства, внес свои коррективы и зафиксировал нарушение правил при броске. А теперь вопрос, кто в такой ситуации будет пробивать штрафной и в какое кольцо? Ответы можете писать в комментариях, хотя они и так очевидны. А на этом у меня сегодня все. Если вам понравился выпуск, то поддержите меня большими пальцами вверх, подписывайтесь на канал и не забывайте добавляться ко мне в друзья вконтакте. Пока!